Всем огромный привет, друзья! Мы продолжаем проходить Дёрд Ралли. В этот раз я буду использовать фритрек от компании Фил Кастомс. Так что я теперь могу смотреть влево, вправо, точнее наоборот, увидеть моего штурмана. Не обосрался ещё, чувак? Мы ещё не начали, так что у тебя ещё всё впереди. В общем, погнали! Подбросы левый пять, брёвна снаружи 130. Тихо-тихо-тихо, там подбросы не брёвна! Брёвна, сука, всё же задел. Вот мне не нравится, когда начинается такая ситуация, скажем так, на тоненького. Я уже ни хрена не понимаю, куда я тут смотрю. Блёдь! Слушай, не, мне пока непривычно. Может быть, я сейчас адаптируюсь рано или поздно, но... Пока мне эта идея не особо нравится с фритреком здесь. Какая шпилька, она права. Так вроде выглядит картинка поживее, но... У меня как-то задирается голова, и я не вижу нифига... Не вижу, какая передача у меня стоит. Это не круто, я вам хочу сказать. Давай-давай-давай-давай-давай, тяни-тяни. И лево 4 длинный, через трамплин. 80 через трамплин. Лево 4 длиной 80, держись внутри и трамплин. О-о-о-о, вот видишь, вот сейчас была ошибка из-за того, что... Вот какая там передача? Третья, блядь! Чё ты задираешься-то так? Я не пойму. Блядь, я не пойму, какого хера она, блядь, задирается так голова у него. А настроил я фритрек достаточно просто. Там была калибровка, и во время этой калибровки я просто держал голову ровно. Но я забыл тот факт, что когда я еду в гонки, я... Лево 6, опасный, правый 6. Подброс и левый 5, бревна снаружи, 130. Просто вам скажу сейчас, потому что я устал 10 раз говорить одно и то же. В общем-то, фритрек я сейчас более-менее хорошо настроил, потому что у меня была проблема во время калибровки. Я смотрел прямо, а во время гонки я чуть-чуть смотрю вот так, задираю. То есть мне надо было во время калибровки голову уже держать чуть выше. Может быть, как-то саму камеру надо настроить по-другому. В общем, с настройками надо еще покопаться. Но вроде теперь голова так не задирается. Все, едем дальше, потому что у меня уже была куча попыток, и я каждый раз говорил все по-новому. Я уже устал. Какой гребаный стыд! Ох, и отлично. Все, пиздец. Пятая передача, но... Нет, 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 я знаю это место, блядь. Я не знаю, насколько надо, блин, еще аккуратнее ехать. Я и так, я не гоню, как в прошлых выпусках, я не гоню. Нет, я еду достаточно медленно, как мне кажется, но все равно этого не хватает. Вот это вот вообще, конечно, сейчас жесть была какая-то. Но это я там, конечно, облажался. Нет, 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 блядь! Держись, нахуй! Держись! Как меня задолбал Уэльс. Я вот... Иногда по фану прикольно проехать, но... Иногда просто заебывает. Чего ж тут греха таить. Право пять, держись внутри. Право шесть длиной, восемьдесят. Вот в Финляндии мне как-то было повеселее кататься. Право шесть через трамплин, налево три длины. Уэльс это самый, наверное, хардкорный спецучасток. Право четыре дерева. Опасные право четыре длины бревна. Дерезы шестьдесят. Лево шесть через трамплин. Воу-воу-воу! Право пять через трамплин. А что про забор ничего не сказал, чувак? Опасные левые пять ворота. И лево один длины нараслию. Да ты что творишь-то? Как это все было криво, ну да ладно, хер с ним. Опасно, держись правее через трамплин через столбы. Лево шесть через столбы, прыжок, шестьдесят. Яма, право три. Я уже очень сильно боюсь, что... Сейчас я что-то задену, но у меня здесь темп ну просто никакой. Правый один длинный, дерезы сто. Нет, нет, нет. Тихо, тихо, тихо. Да блин, чувак, внутри там тоже, я тебе хочу сказать. И широко через столбы. Никак по маслу ехать. Право шесть столбы, внимание, держись правее. Ты видел там внутри, где он предлагал нам держаться? Там... Холмы, кочки какие-то. Тихо, 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 нельзя лево, справа сцеплять, точнее. Ну все, пиздец. Невозможно прыжок, не опасно, возможно, прыжок на лево четыре. Трамплин, осторожно, лево пять, длинный, осложняется в один. Лево пять в один, да это жесть. Трамплин, правый шесть, чуть длинный. Оу-оу-оу-оу-оу-оу. Ладно. Сквозь огонь и воду надо ехать, потому что скоро выходит дёрд 2.0. И нам надо быть готовым. Слушай, ну здесь вот очень узко, и из-за того, что я головой мотаю, это даже мне во вред сейчас. На правый пять, чуть длиннее, бойтесь через яму ворота. Ну можно было сказать, что там был подброс. 100, через большой трамплин, возможно прыжок. Левая шпилька, 100. Ужасно. Просто ужасно. На правый пять, на правый пять, ею на терезы, трёпка внутри. 100, через трамплин, держись левее. Нет, 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 нет. Чуть я не сделал, как обычно, свою фишку перед финишем. Меня уже туда засосало нахрен. Третье место, 18 секунд разница, но это был ужасный заезд. Я сейчас попробую проехать второй спецучасток без фритрека. Посмотрим, будет ли результат лучше. Так, ну что, у нас сейчас вторая гонка. Я пока отключил фритрек. Хочу попробовать проехаться без него. Но, опять же, хочу принять во внимание тот факт, что у меня камера стоит, во-первых, сбоку. Я не могу поставить её перед собой, потому что она будет загораживать вам эту камеру. И я ещё не научился настраивать фритрек. Там всё же нужны более плавные настройки. У меня стоит всё слишком резко. Мне нравится, когда я только её включил, мне нравится смотреть по сторонам. Мне надо вообще небольшой поворот головы, чтобы очень сильно посмотреть влево или вправо. Я считаю, что надо всё же ограничивать угол обзора и делать так, чтобы побольше крутить головой. И чтобы он... Ну, не знаю, как это объяснить. Ребята, ну просто всё слишком резко, как, мне кажется, у меня происходило. И, на самом деле, надо фритрек настраивать более... Пополовнее как-то делать. Ладно, поехали. Направо 6, держись внутри трамплин. Налево 6. Направо 6, 60, держись, если ветер, трамплин. Вот дерьмо. Готово. Приехали, блин. Слышишь? Какая-то газон-косилка где-то работает. Опять. В общем, нас немножко потрепало и придётся, наверное, этот заезд переиграть. 5, 4, 3, 2, 1, старт. Право 6, направо 4, длинный, трёхнув внутри. Право 6, направо 4, длинный. Оу, это было близко. Опасный правый 5, через трамплин, возможно, прыжок через ворота. И левая шпилька. Трамплин 60. Давай, 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 давай. Аааа, немножко обороты подупали, конечно, потерял я там. Правый 4, длиной 90. Держись внутри через яму. На правый 6, на правый 6. Да ни хрена себе правый 4. На левую шпильку. Трамплин. Правый 6, через трамплин. На левую 4, через трамплин 60. Левую 5, через трамплин 60. На левую 6, 80. Держись правее через прыжок 100. Опасно держись по центру прыжок на правой 5. Воу, 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 воу. Да опять начинаются какие-то ненавижу места. Левую 6, держись внутри трамплин 100. Правая 6, длинный. И опасный правый 2, осторожно. Осторожно, блин. Он опасный еще, потому что он там перед трамплином. Как и здесь вот. Не уверен, что там все же на второй, мне кажется, на этой шпильке проходить, потому что, ну, первая передача слишком у меня короткая. Трамплин, столбы. Левая 3, длинность из столбы, широко. Трериспроверь через трамплин, продолжается. Трериспроверь через трамплин, продолжается вдоль перекрестка. Опасно 100. Куда, куда, куда здесь? Трериспроверь через трамплин, широко. Правая шпилька. Ой, ты черт. Все равно не оттормозился опять. Как я ненавижу шпильки, которые с большого склона идут. Правая 6, 80. Опасный левая 6, трамплин. Направая 3, длинный. Не на 60. Опасный правый 6, длинный. Внутри трамплин. Блин, пришлось вообще почти остановиться, потому что, ну, вы видели эту обочину, там опять эти кучи какие-то с камнями. Левая 6, 60. Трамплин, возможно, прыжок. Держись левее. Через трамплин прыжок. И держись по центру. Через трамплин. И правая 6. И левая 6, 60. Левая 6, трамплин. Направая 6, держись. Внутри трамплин. Направая 6, 60. Направая 6, 60. Держись левее. Через трамплин. Похер, и едем дальше. Внимание, трамплин. Направая 3, длинный. Держись внутри. 60, трамплин. Левая 6, и правая 6, и правая 6. Нет, 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 нет. Через яму 100. Все, ладно, попытаюсь сейчас здесь нагнать. Направая трамплин. Налевая 5, и правая 4, длинный. Через подброс 150. Правая 6, и левая 6. И правая 5, держись правее. Через трамплин 160. Правая 6, 60. Держись левее, трамплин. И правая 6, длинной 100. Ах ты черт! На подбросе левой... Не, нормально, нормально. Последний спецучасток, я здесь уже... Налевая 6, налевая 6. И левая 6, прыжок на финиш. Хотел же... Ну, красиво финишировал, как обычно. Хотел же сказать, я на третьем спецучастке там конкретно облажался. И на последнем я поддал, поддал так нехило. И говорю, ну, отлично, отлично. Хотел же себя похвалить, какой я молодец. Нагнал темп в последнем спецучастке. И на тебе, перед финишем, как обычно, свою фишечку исполнил, блин. Но, тем не менее, третье место. Но я недоволен такими результатами. Потому что после того, как мы пройдем этот чемпионат, там сложность станет еще выше. И там уже не прокатит так ездить. Нет, там нужен будет уже совсем другой темп. Итак, у нас ждет сейчас последний заезд в этом выпуске. И следующие три заезда, это уже... Будут в следующей серии. Здесь у нас там будет еще один длинный спецучасток ночью. Вот это будет жесть. Можем мы починить тачку. И, черт возьми, колеса очень сильно пострадали. Чуть-чуть. О, блин, ладно. Хрен с ним. Наверное, главное здесь колеса. Турбина, двигатель с радиатором. Ну, вот как-то так. Коробка передач, подвеска, приводной вал. В общем, у нас потрепан. Но, я думаю, не критично. Можно еще гонять. И настроить тачку. Блин, ну, в принципе, меня все устраивает. Единственное, вот по поводу коробки. Наверное, я бы все же поставил ее покороче. Потому что я там пятую передачу, даже когда я ее ставлю, я трясусь, как судорог. Потому что там уже очень высокая скорость. А в Уэльсе лучше особо сильно не разгоняться. У нас средний гравий 61% и мелкий гравий 39%. Крупного гравия нету вообще. Полдень, облачно, погнали. Происходит постоянно. Здесь сумасшедший фидбэк и... О, так можно было бы. Ой, ты епта. Давай, давай обратно. Направо 4 длины. Давай. О, блядь. Ой, сука. Вот я пропустил ворота, и у меня тут же, как в Форзе, Хорайзен. Если ты пропустил ворота, все, там чекпоинт пропущен, надо переигрывать. И растерялся я, короче говоря. Но здесь можно было и справа, оказывается, эти ворота объехать. 5, 4, 3, 2, 1, старт. Правый 6 длины. 60 через троплин, опасно. Держи, если ветер из троплин. Пастор, ничего опасного. На левой 1 длины. На правый 6 длины. А-а-а. Я просто уже запомнил. На левой 6 через подбросы. Первые полминуты этого трека, поэтому не удивляйтесь, что я еду так хорошо. 60, только перекрестка. Сейчас мы этот первый спецучасток проедем, и вот я там буду тупить. Правый 2, не резать отрицательный. На левой 6. Опасно, на правый 6. Сразу развилка, левая шпилька. Блин, вот это очень сложная шпилька на самом деле. На левой 4 длины. Опасно. Ну, как-то так, не знаю. А-а-а. 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 Слушай, вот это очень интересный спецучасток. Он не сильно такой бесячий. Здесь нету таких узких дорожек, узких таких краев. Хотя нет, сейчас начнется, наверное, но начало мне понравилось. Правый 6, трамплин, смотрите. Воу. Правый 6, внимание, на левый 6. Держись по центру, через прыжок. На правый 4 длинный. Опасно, на левый 6 длинный. Через трамплин прыжок. Правый 5, правый 5 длинный. На левый 6, через трамплин. Нет, 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 ну только не влез, а? На правый 4. На правый 4, 40 ворота. Тихо-тихо. Ого, на 3 секунды отстаю. Я думал, я хорошо еду. Левый 6. На правый 3 длинный, 40. Правый 5, продолжается 80, через трамплин, усложняется в 3. На левый 5, через трамплин, продолжаем и усложняется в 3. Воу-воу-воу-воу-воу, я увлекаюсь. Я слишком сильно увлекаюсь. Смещаюсь вовнутрь. Когда-нибудь меня там будет ждать сюрприз. Правый 5 длинный. Опасно, на левый 6 большой прыжок. Правый 4. Левый 6, 40 ворота. Большой прыжок. Это вот про этот, да? Правый 3 длинный, вдоль перекрестка. На левый 6 трамплин, прыжок. Правый 5 длинный, 60. Оооо, фак! Левый 4 длинный, держись внутри. Опасно, держись правее. Через прыжок левый 6. Какая красота. Ты посмотри, там туманчик какой. На левый 3. На правый 6 длинный. На правый 3, левый 6. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это было лишнее. Но я уже перестраховываюсь. Нет-нет-нет-нет, фу, я тебя... Хотя сказать, я перестраховываюсь, потому что я вижу, что уже скоро финиш. И я не верю, что я наконец со второй или третьей попытки доеду. Сразу до финиша. Это круто, конечно. Поэтому я здесь местами просто перестраховываюсь очень сильно. Да, неужели это получится? Ооо, сука, все бы спецучастки так проходить. Кажется, это вторая или третья попытка. Но вторая, я там то ли фальстарт был, то ли еще что-то. В общем-то... Неожиданно, неожиданно. И второе место, я считаю, я ехал достаточно чисто. Да и темп, мне казалось, был неплохой. Но, тем не менее, на 10 секунд мы опоздали. Но ничего, не страшно. Здесь в конце, наверное, будут... Наверное, вы увидите очень много вставок с повторами. Потому что я там из леса, когда выезжал, очень крутые были вот эти облачка. И, к сожалению, с видом из кокпита иногда их не очень заметно. Но со стороны, даже с видом от третьего лица, здесь Уэльс. Это Уэльс, Уэльс. Очень красивая страна в Дёрдрале. Я очень надеюсь, что Дёрдрале 2.0 будет... Дёрдрале 2.0 будет не менее красивые пейзажи, задники. В общем, у меня очень большие надежды на эту игру. Ну что же, друзья, на этом я буду с вами прощаться. Прошу прощения за то, что не получилось снять полностью серию, используя фритрек. Потому что я уже объяснил, в чём проблема. Из-за того, что я, во-первых, не могу ровно перед собой поставить камеру, которая отслеживает положение фритрека. Она у меня стоит чуть-чуть сбоку, плюс недостаточно близко. Потому что у меня здесь всё, у меня здесь заставлено. И надо просто ещё и саму прогу настраивать. Я этому уделил очень мало времени. И главная моя проблема, опять же, потому что я постоянно... Так как это... Там, где я снимаю, это не студия. Это просто моя обычная комната. Я очень часто всё сниму. Я складываю свой как-то плейсид челлендж. Прислоняю его к стене. Всё это убираю. Задвигаю кровать обратно. Короче, здесь целая схема. И вот в этом-то и весь минус. Я не могу, чтобы у меня статично всё стояло. И, может быть, знаешь, как была бы студия, можно было один раз это всё грамотно настроить и всё, и не париться. Я бы просто садился и снимал. Но, к сожалению, вот я двигаюсь к этой цели. Но пока себе это позволить не могу. Ещё нас ждёт впереди обязательно Dirt 2. Там мы тоже будем использовать фритрек. Да, это очень старая игра, достаточно старая. И она поддерживает фритрек. Это очень круто. Вот Dirt 2 это та игра, где я буду, наверное, очень часто смотреть по сторонам. Потому что мне интересно посмотреть, как там внутри каждая тачка устроена. Да и просто, ну, там всё же есть соперники. Здесь Dirt Rally, когда мы едем одни на спецучастки, в принципе, головой отмотать особо не нужно. А Dirt 2 там какой-нибудь ралли-кросс или ещё какие-нибудь заезды, где есть другие участники. Там всё же смотреть по сторонам надо. Я обязательно настрою фритрек, потому что у Сонечка будет там в следующем году соревнование, членный чемпионат, в котором я буду участвовать. Там будет уже гонка раз в две недели. Две недели проводится, я думаю, я найду для этого время. Выступать я буду, как обычно, очень плохо, скорее всего, потому что вряд ли у меня будет время на то, чтобы подготовиться. Но фритрек надо будет настроить к этим заездам, чтобы смотреть по сторонам, чтобы смотреть, где соперники, потому что, кажется, там вид будет залочен из кокпита у всех. Так что, ну, оно будет интересно, я думаю. В любом случае, настраивать этот девайс нужно. А я буду с вами прощаться, друзья. Такой вот получился выпуск. Никак я не могу добить до конца этот Уэльс, потому что, ну, не знаю, если записывать 4, там, 5 заездов в одну серию, то серия получается очень длинная, больше 20 минут, там, больше получаса. А я все же привык ориентировочно в 20 минут умещать каждую свою серию. В общем-то, еще один выпуск будет по Дёрт Ралли в Уэльсе. А дальше уже, я не знаю, что нам там еще осталось. По-моему, Финляндия, возможно, будет или... Я уже не помню. Ну, а на этом у меня все. Если тебе понравилось, ставь лайк, подписывайся на канал. И увидимся. До новых гонок. Пока. Трамплин, налево 5. Лежусь внутри. Правые три ворота.